Нужно. За продуктами ты, а мне не нужно. Разжалобить хочешь? Молчат. На меня не надейся. Не надо. Мост мастят, жеребят крестят. Уже ничего нельзя сделать, Руси. Если просто мы ворота утром не оттоплем, останемся здесь хозяйничать сами одни, перехитрившихся в чуточек, но могли бы. Все обойдется. Пауза. Все обойдется. Руслан хватает Киру за подбородок, разворачивает лицом к себе. Хозяйка обещала полицию вызвать, если ей не исчезнуть. Но оба. Она все знает. Подставить меня хочешь? Мы уйдем, я тебя зашил в рот, если сама не пойдешь. И гуляй куда хочешь, но сюда больше никогда. Кира говорит очень тихо. Больше. Руслан отпускает Киру. Я даже рад. Больше никогда. За ворота, за шиворот. Я почти счастлив, Кира. Пауза. И я тоже почти счастлива. Меня тошнит от каждого угла здесь. От каждого лица. Каждую минуту. Засохшая грязь. Копыта треснувшие. Мерзость. Меня колотит. Мерзость. Мерзость. Грубые люди. Грубые руки. Как они дерут лошадям рот за поводья. И хлещет, хлещет, хлещет. А кони злятся. Крысятся. Здесь нельзя жить. Как ты можешь любить это, Кира? Меня тошнит. Кира улыбается. Меня тоже тошнит, Русь. Меня тошнит от тебя. Кира улыбается. Меня тоже тошнит от тебя, Русь. Очень сильно. Веришь? Ты тоже крысишься. Да, Русь. Все. Все по-другому с завтрашнего дня. Картина шестая. Что Кира сказала Фене месяц назад? Феня. Фенька, Фенечка. Я плету тебе красную ленточку. От плохого глаза, от беды, чтобы не тронул, никто тебя не обидел. Слушай меня, слушай. Ты помнишь пожар? Большой пожар зимой, ровно год назад, ровно в этот сегодняшний день. Чего? Ты все забыл? А я помню. Загорелся второй этаж, замкнулось электричество. Тут только мы были, я и Руся. А Руся собирался в город на свадьбу у друга. Руся надел белую рубашку и пуговки сначала застегнул через одну неправильно. Нет, не то. Пожар. Только мы, а везде дым. Вы все заметались, а дым и глаза у всех заслезились. Страшно было. Вы же заперты все по денекам, закрытые. И мечетесь, и на стенки лезете. Руся подбежал в конюшне в белой своей рубашке и стал вас выпускать. Не помнишь? Открывал двери и выгонял всех лошадей на улицу. В мороз. Там снег глубокий. И тебя он выпустил на мороз. А я стояла и смотрела. Руки-ноги не шевелятся. Тогда я, знаешь, в пене на Русю помолилась. Русика подумала. Помоги нам. Смотрела. А он в белой рубашке. Смотрела, как горит. Потом, когда потушили все уже, почернели стенки. Ты слушаешь меня? Мне так страшно стало очень. На втором этаже стояли все кубки золотые. Они расплавились, растеклись, сбежались с мыши. Они везде зимой холодные. Мыши грелись в золе. И Оленечка тоже мышь. А кубки, которые были целые, я к нам притащила. Не знаю зачем. Знаешь, что у тебя за елья такое, нет? Фенитонил. Мне Руси сказал, что это из анестезии лекарства. Значит, ты сон без боли, фея. Красивое имя. И ты весь красивый, рыжий. Фея-ни-та-ни. Фея. Сердечко мое. Узнала сегодня, что лекарства подборовывал. Он чертова кукла сегодня у полчиков сделал себе анестезию. И чуть-чуть, говорит, попробовал. На продажу все лекарства. Стаканом в него кинуло, веселенького. А он осколочки собирает, ползает пальцы, изрезался, 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 изъясня. Русенька, помоги нам. Иди сюда. Иди, я тебя поглажу. Тебя поглажу? Я его не буду. Пусть он там. Я к нему не пойду пока. Я потом. Он тогда в белой рубашке. Я помолилась. Феня. Фенька, Фенечка. Сон без боли. Я тебя не брошу. Иди ко мне. Ну, я вплету тебе красную ленточку. Картина седьмая. Кира лежит на своей расходушке, смотрит в потолок. Светлее. Утро скоро. Последний день, Пампея. Когда-нибудь построят здесь дома. Или в 20 этажей офис с стеклянными окнами и дверями. 100 машин, парковка, 1000. Шикарный торговый центр с кинотеатром. Шлагбаум вместо ворот. Засыпят колодец. И все. Только лучше останется. Их вытравить я. Руся. Зачем ты спался? Руслан молчит. Ты любил меня, Русь? Че точь? Не говори об этом. Почему, Русь? Не говори. Почему ты здесь? Из-за антистезии своей, да? От слабости. Чего? Я стыдно. Я стыдно, Кира. Меня в голове мутит, как стыдно. Руслан подходит, присаживается к ней. Так страшно. Твои волосы. И хочется прощипать, прорядить. К лошадям ты делаешь. Наматываешь прядь, прядь, гребешок. Наматываешь и дергаешь. Вырываешь. Кира не отвечает. Кожа на шее у тебя. Мятая вся. Трогай ты ее шею. Тянется, как пластилин, кожа. Грязь под ногтями серая. И неприятно, и не стыдно. Отпусти меня. Скажи мне, Руслан. Был мой день рождения. Я в амбаре в отеле пряталась, лежала. Скажи, мне приснилось или не приснилось? Ты меня тогда... Ты меня пришел, засыпал. Я ошибся, мне стыдно. Скажи, мне приснилось? Отстань. Отпусти, я ошибся. Приснилось мне или не приснилось мне? Нет. Нет, не было. Приснилось. Ты ведь сам. Пауза. Руслан прячет лицо в ладонях, тянет себя за волосы. Отпусти меня. Отпусти, отпусти. Я не могу больше. Отпусти. Что ты говоришь? Отпусти меня, Балькерия. Отпусти, отпусти. Я не держу нужен-то. Я знаю. Знаю все из-за тебя. Ты — это место. Все здесь — это ты. Головой тронулся. Можно мне уйти? Сейчас. Можно Кира? Кира задумалась. Можно. Для меня сделаю только одно кое-что. Иди. Для ворота отоплю. Что сделать? Кира встает, подходит к вешалке у двери. Среди грязных рабочих курток она находит чехол для одежды, огнем, на плечиках, парадная форма для всадника. Черный фрак, рубашка белоснежная с твердым воротничком, перчатки с белой кожей. Все отмлажено бережно, блестят пуговки. Надень. Это чьё? Ты зачем? Надень. Какого чёртова золотик. Хочу посмотреть. Мне? Вот это надеть? Мне посмотреть только. Потом пойдёшь. Ты украл у кого-то? Я не буду, Кира, ты больная. Я сама могу. Ты просто встань вот здесь. Руслан встаёт в центре комнаты, висят руки в твоё тело безбольно. Кира снимает с него куртку. Но здесь нельзя жить. Не могу терпеть. Каждый день я думал, что уйду. Каждый день. Каждый день. На меня не смотрят, никто со мной не говорит. Люди приезжают и уезжают, а даже глазами с тобой никто не встретится. Никто. У них медали, клубки, золото. Приезжают и уезжают. Мы невидимые всегда по углам. А я больше этого, Кира. Я же только денег чуть-чуть. Я же не знал. Даже лошадей я не люблю. Мне на них тяжело смотреть. Потому что видел, как они хромают. Болеют и умирают. И молча. Всегда молча. Всегда. Кира снимает с него свитер. Каждый день я думал, каждый день я думал, что уйду. Работать пришло за лекарств. Хороший план. Здесь всё, что надо. Так всё просто. Дурак. Никто ничего не заметит, если брать по чуть-чуть. Махай себе лопатой, стакану кольчик, подрезай копыта. Хороший план. Но тут страшно, ночью никого нет. Тут только ты и я, Валькирия. Мы и лошади, которые хромают, болеют и умирают молча. И всё. 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 Ты по ночам ходишь, проверяешь своё. По конюшням ходишь. Страшно. Кира снимает с него майку. Вспомни. Вспомни, пожалуйста. Я собирался на свадьбу к другу. Я тогда решил не вернуться. Сколько влезло в сумку, сложил дезипам, траводолок на первое время. Оно дорого стоит. Если порошок, перетереть и продать на первое время. А потом пожар. И после этого я почему-то уже не смог уйти. Кира бережно берёт белую рубашку, продевает в рукава его безбольные руки. Застёгивает рубашку сверху вниз. Как-то раз ты белила стены в конюшню. Я смотрел на тебя, слышишь? Смотрел внимательно, очень-очень внимательно. Кончики пальцев были белые, полоска издельские на щеке. Тоже белая. От виска другого карта, белая полоска. Так запомнил её. Я подумал, раз мы одни, раз нас никто не видит. Человек ведь должен кому-то прислониться. Кому-то прижаться. Я тогда подумал это. И я перестал говорить тебе «вы», потому что запомнил эту полоску. Нет, Кира, у тебя тёплые руки. И сейчас тоже. Я, наверное, любил тебя, Кира, потому что мы совсем одни. Теперь стыдно. Стыдно. Кира надевает на Руслана фрак, расправляет полы, застёгивает куговицы. Когда я был маленьким, мы жили в большой квартире. Очень богато жили. Была библиотека папина, книги до потолка, русская комната, высокий потолок. Мне подвесили качели в дверном проёме. Кира! И я летал мимо книг. Всё, вверх, вверх, вверх. Я достал пальцами до потолка. Он был белёный. И пальцы становились белыми. И я рисовал себе такие белые полоски на лице. Как у тебя тогда. У меня была игра в индейцев. Я же не знал, что будет так. Лекарства, отчисления, мусоровоз, торты, конюшни, лекарства. Отпусти меня, Кира. Пожалуйста, я исправлюсь. Кира осторожно на его руки надевает белые перчатки. Я хочу жить там, за воротами. Мне же мало лет, я же могу ещё там, за воротами. Я хочу летать на качелях, мимо книг. Я хочу в Ригу. Я брошу лекарства, я забуду, что спал с тобой. Ты пьёшь, в апиле валяешься, разговариваешь с Феней, со своим, по ночам даже. Знаешь ты? Знаешь, что с Феней будет? У него больные ноги, он уже всё. А потом его в газель. И на было. Завороты. Тебя все за дуру держат, привыкли. Ты старая. Я не могу, не могу терпеть, мусит в голове. Я больше этого. Я больше, больше. Я боюсь стать тобой, Кира. Нужно уйти, отпусти меня. Здесь везде ты. Пауза. Ты правда сказала, что молния ударит, да? Что я говорю? Нет, нет, нет. Всё. Кира отходит в сторону и смотрит. Руслан красивый, совсем другой. И зачем? Посмотри, Голика. Совсем такой, какой я думала. Как хорошо. Молчат. Кира дышать боится. Смотрит. Теперь иди. Можешь снимать, собирай вещи. Я топру ворота. А ты? Не переживай, Золотик. Я тоже уйду. И тебя отпущу. Кира выходит из комнаты. Мягко закрывает за собой дверь. Картина восьмая. Что Кира сказала Фене Перед тем, как уйти. Феня. Фенька, Фенечка. Я теперь знаю, как всё будет. Все ключи в колодец. Войдём через поле по туману, Как по коленам реки. Всё совсем белое кругом. Будем идти. И развяжется красная леточка. Будем идти долго. И всё кругом туман. Руси пойдёт рядом. Он светлый, в белой обуви, в белой рубашке. Я подам ему синюю куртку, Которая зашила карман. Он не будет больше злиться на меня. Он прости. А дом останется позади. Останутся вороты синие. И ударит молния, и осветит наш дом. И сожжёт до тла мою сирень. Будем идти. И больше не будет больно. Наступит сон без боли, феня. И станет всё белое. Дай поглажу тебе. Губы твои парадные. Тише. Тише. Феня. Фенька. Фенечка. Я тебя не брошу. Картина девятая. Руслан сидит в комнате под лестницей, не сняв парадной формы, обхватив голову руками в белую перчатку. Он расставил по местам все кубки, что собрал мешок. Кира тихо открывает дверь, носит в комнату мешок с негашённой известью. Держит в руках пустой цинковый тазик и малярную кисть. Руслан голову скидывает. Это что? Куда ты ходила? Кира пересыпает белые мешка в тазик, берёт одно из лёдер с водой, стоящих в углу, гасит известь. Шипит, бурлит, кипит, дымится. Руслан подходит, смотрит, молчат. Зачем это? Белить. Кира из кармана достаёт связку ключей, протягивает Руслану. Он смотрит на её руку, не берёт. Это от аптечки. Я из куртки твоей вытащила из кармана. Прости. Ты стащила ключи? Прости, Руслан. Куда ты ходила? Что ты делала? Говори, ну. Что ты сделала, Кира? Кира присаживается на колени. С Феней прощалась. Пауза. Кира осторожной кистью размешивает известь. Отвечай. Что ты сделала? Зачем тебе ключи? Отвечай мне. Отвечай! Я Феню спать уложила. Густеет из звёздка в тазу белая-белая. Я Феню спать уложила. Нет, Кира. Нет. Прости. Ты его усыпил? Молчание. Ты что наделала? Ты зачем? Ты что наделала? Прости меня, Руся. Дура. Дура, дура, дура! Руслан хватает один из длинных бичей, стоящих в углу, рассекает воздух. Замахивается страшно. Хлещет, но не задевает Киру. Она закрывает голову руками, прижимается к полу. Дура, что ты сделала? Дура, ты дура! Руслан замахивается и бьёт Киру со свистом по спине. Я убью тебя! Я тебя убью, дура! Он снова заносит руку Киры, закрывается руками. Но он ударом бича сносит со стола золотые кубки. Сыплется с грохотом золота на пола, раскатывается. Руслан хлещет, хлещет, хлещет. Разносит их в маленькую комнату. Руслан оброкидывает подставку с седлом, длинным хвостом бича, ударами страшными срывает медали. Руслан заносит руку над Кирой, роняет хлыст, опускается на пол, плачет. Что ты сделала, дура? Что ты сделала, дура? Кричи у меня, у меня только. Завтра они скажут, что это я убил. Завтра они скажут, что я убил. Хозяйка, полиция, розыск, в ригу не выпустят. Кира, что ты сделала? Кира осторожно приподнимается, опасливо смотрит, не разгибая спины. Выпрямляется, на коленях ползёт к Руслану. За нотик. Что ты сделала, что ты сделала? Кира обнимает его, притягивает к груди. Ничего. Мы на нём ручем. Тише, тише. Мы уйдём теперь, слышишь? Я просил тебя, отпусти меня. Я просил. Зачем ты? Зачем ты? — Всех с собой забираем. Не плачь. Никто не скажет тебе ничего, только не плачь. Кира встает, подходит к тазику с изверсткой, окунает кисть и идет по комнате вдоль стен. Беет, закрашивает желтые грязные пятна, оставляет белый-белый след. Руслан сидит на полу и смотрит на нее. — Я сейчас поделю, и не было ничего, слышишь? Теперь уйдем за ворота. Кира бежит по комнате от одной стены к другой. Все становится белоснежным. Кира улыбается и глотает слезы. Она отгнает кисть, роняет капли на пол. Кира красит белым свою одежду, свои руки. Кира опускает ладони в изверстку. Руслан смотрит молча. Мост мастят, жеребят крестят. Я поделю, и не было ничего. Кира пальцами трепетными рисует белую полоску Руслана на щеке. А потом они ушли через поле покаянных туманей. Утопили в старом колодце ключи. На дороге красную ленточку подобрали. И остались распахнутыми ворота. Конец. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ